Минувшая неделя стала судьбоносной для всего российского спорта. Исполком Всемирного антидопингового агентства единогласным решением проголосовал за изолирование России от мирового спорта на ближайшие 4 года. Нашу страну лишили права проводить у себя международные старты. Что касается спортсменов, то им предоставится возможность выступать, но лишь под нейтральным флагом. И то не всем. Казалось, история с допинговым скандалом, начавшаяся вокруг нашего спорта 5 лет назад, вот-вот должна закончиться. Но, как оказалось, все только начинается. В отношении России вынесли самый суровый вердикт за всю историю. Нашу страну полностью изолировали от остального мира, словно от какой-то заразы. При этом, если в России были запланированные соревнования международного масштаба, они должны быть перенесены в другие страны. Более-менее лояльный вердикт был вынесен в отношении спортсменов. Выступать под нейтральным флагом им все же не впервой. Но при этом каждому придется доказывать свою чистоту в индивидуальном порядке. Только в этом случае атлеты будут допущены до международных соревнований. Данное решение ВАДА – приговор для нашего спорта. Но на Западе считают иначе. Причем в прошлом году ситуация вокруг российского спорта начала нормализовываться. Русада была восстановлена в правах. В последующем нашей стране необходимо было полностью признать свою вину – поддержки допинга на государственном уровне. И это было сделано. Только масло в огонь подлила обнародованная база данных Московской антидопинговой лаборатории. Как оказалось, в ней были выявлены следы фальсификации. Это худший скандал в истории спорта. Настоящая фиаско для огромной страны, которая обманывала всех и загубила сотни карьер. Россию обвиняют в серьезных вещах и наказывают на четыре года. России дали возможность очистить себя и порочную систему. Но вместо этого русские продолжили все отрицать и стали подделывать документы. Во всеуслышание о своих претензиях к спортивным руководителям страны выступили несколько прославленных спортсменов. Одно из первых свое недовольство высказала трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Лосицкини. «Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и Олимпийский комитет России за последние четыре года, дабы защитить лично меня. На сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его. Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. А кто в итоге в этом виноват и кто вернет мне потерянное?» Как отметила легкая атлетка, никаких наказаний в отношении спортивных руководителей ни тогда, ни сейчас не последовало. Что касается спортсменов, то им нужно уповать только на чудо, чтобы их допустили на международные старты под нейтральным флагом. России, конечно, можно закрыться и отказаться от всего, но это будет приговор для всех спортсменов, выдающегося покорения фигуристок, борцов и многих других. Самое главное, что никто из них не говорит о смене гражданства, а бег спортсмена, как известно, не долог. «Получается, что всех собрали под одну гребенку, вы виноваты, вы не виноваты, никого не будем спрашивать, никаких расследований, все виноваты. Но это несправедливо». Тимофей Чалла является одним из лучших спринтеров страны в беге с барьерами. Из-за допингового скандала он уже пропустил одну Олимпиаду, но, несмотря ни на что, он не оставляет надежды выступить на главном старте четырехлетия. «Морально однозначно осложнило жизнь. Как готовиться, когда ты не знаешь, поедешь, не поедешь, но надо все равно готовиться и делать свою работу». «Я думаю, сейчас эта ситуация немножко в целом лучше исходной данной, потому что нет отстранения Международного Олимпийского комитета, нашего Олимпийского комитета России. Поэтому здесь очень много сейчас юридических моментов. Я думаю, право выступлений на Олимпийских играх мы, наверное, сохраним, в каком качестве и в каком количестве. Жизнь покажет, но еще раз говорю, что мы… Не хотелось бы дилематизировать ситуацию, но то, что решение принято, безусловно, это удар по российскому спорту». «Наша страна обжалует решение ВАДа в судебном порядке, но то, что оно изменится, верится с трудом. Остается уповать только на международные федерации, которые не станут переносить уже запланированные старты из России в другие страны». Продолжаем выпуск. На грядущих летних Олимпийских играх впервые будет представлена такая боевая дисциплина, как карате. Япония на правах хозяйки заявила данный вид спорта в качестве показательных соревнований. Но порою карате непонятно простому обывателю до конца. Это связано с тем, что существует множество стилей и федераций. Мы постараемся внести определенную ясность. К тому же у нас появился свой чемпион мира, самой жесткой разновидности карате Киокошинкаи – Назар Насиров, первый красноярец, добившийся таких высот. Смотрим. Тейквондо, айкидо, ушу, кенда, дзюдо, где только съемочная группа «Фонтово Спорт» не блистала. Теперь же мы готовы поставить точку в освоении восточных боевых дисциплин. Нас ждет карате. Зайдя в зал, среди множества наград особенно выделяется полутораметровый кубок. Его Назар Насиров получил за победу на чемпионате мира по Аки Кошинкаи карате весовой категории до 90 килограммов. Для меня это лично первый результат, первый ученик, который стал чемпионом мира. Захир Гейбатович по совместительству является отцом и личным тренером Назара. Во время чемпионата мира в Казахстане он был рядом со своим сыном. Они вместе разбирали соперников. И именно правильно подобранная тактика, особенно в финале, помогла Назару одержать итоговую победу. Мы выбрали тактику драться не в стиле Назара на средней и дальней дистанции, а мы выбрали тактику в ближнем бою работать. В ближнем бою как раз получилось, что француз, это его техника, он это не любит. Он от Назара ожидал другое, что он уйдет на среднюю и дальнюю дистанцию, начнет оттуда кидать удары ногами. А мы не сделали это. Мы пошли по его технике, прилипли к нему, поработали в ближнем бою и основное время он забрал. Первый бой он выиграл досрочно, все остальные три боя он первым раундом забрал. Конечно, мысли будут лезть разные. То есть вплоть до того, что мне вот попадут, пробьют и так далее. Но надо мыслями идти вперед, искать варианты для победы. В зал карате Назар пришел в пять лет, но при этом у него была возможность уйти в другой вид спорта. В юношестве его довольно сильно завлек футбол, но все же на путьстве отца взяли верх. В какой-то момент в 10 лет я влюбился в футбол, так скажем. Но два года где-то позанимался и потом мы уже выбрали карате. Ну это как бы уже как мой стиль жизни. Потом мы сделали выбор, все-таки чем тем отец занимается. Я ему объяснил, что легче достичь мировой уровень будет со мной. Начиная с 14 лет, Назар со своим отцом каждое лето на месяц уезжал жить в Японию, изучать карате среди лучших. Конечно, мне это помогло. Вот. И что самое интересное, я когда начал заниматься, мне отец видео включал с этим бойцом. А через 10 лет я приехал, уже непосредственно жил и тренировался у него. Туд-мастер славится тем, что у него прекрасная ударная техника ногами. Начнем, друзья. Я сейчас думаю, вот, Назар, вот люди, которые сейчас смотрят программу, говорят, кровь, дай крови нам. Перейдем к экшену. Да. Набивка небольшая. И хотел бы еще один удар рассказать. Ага. Так скажем, маваши гири. То есть это классический удар в кюкушинкай карате. И как он? Удар маваши, это круговой удар. Если мы хотим ударить по ноге, мы направляем и бьем по ноге. Если мы хотим ударить по корпусу, мы направляем и бьем по корпусу. Ну и, соответственно, у нас по голове. Высокий уровень травматизма. Один из факторов не включения кюкушинкай в олимпийскую программу. В Токио же в 2020 году в качестве показательного вида программы будет представлено так называемое бесконтактное карате. Взрослые берутся голыми руками и ногами. То есть абсолютно беззащитные. Только есть бандаж в пах. Все, больше ничего нет. И это не мудрено, потому что в кюкушинкай официально разрешен даже удар между ног. Первый удар – удар в пах. В пах? Да, удар в пах. Карате – это боевое искусство. И удар в пах в первую очередь. Самый простой удар, который можно себя защитить. Ага. Да. Удар наносится снизу вверх, да. А есть такой вот спортсмен, славящийся паховым ударом, идет и его все боятся? Нет. Все знают все. Нет. Это в основном, знаете, кто начинает заниматься, новички и так далее. Бывает, попадают в пах. Там достаточно грязный бой. Чтобы стать менее восприимчивым к боли, долгие года каратисты проходят набивку – постоянные удары по телу. Со временем кости и мышцы начинают привыкать к нагрузкам. И удары, которые для неподготовленного человека могут стать болезненными, этими парнями воспринимаются вполне спокойно. Но это не распространяется к паху. Там больно всегда. Допустим, вот, если я, смотрите, вам бью снизу вверх. Ну да. Так, да. А если я бью сверху вниз? Вот. Чувствуете, да? Да, чувствую. Сверху вниз. То есть оно чуть-чуть. Какой чуть-чуть? Нормально? Вот. О-о. Идешь домой, смотри, влеченье. Я думаю, да я... То есть, ну... Может, по другой ноге? Она уже выключена. Не нужно это делать. Сразу его на татане выставлять. Надо заниматься. Нормальную базовую технику поставить. В карате сильные ребята. Те, которые занимаются хорошо с детства. Базовой техникой. Без базовой техники сильным бойцом ты не станешь. Карате. Карате. Друзья, это больно. У меня, по сути, гладит по головке, но это очень больно. Я хочу сказать, что Назар бьет костяшками. Он не бьет кулаком. Он бьет костяшками. Я прям чувствую. Ага. Эти две костяшки прям очень хорошо бьет. Конечно, эффективность удара будет. Либо ты будешь бить кулаком. Лошмя, либо ты будешь уже... Да, вот это вот прям остренько. Очень хорошо. Можете в динамике показать? Ну, понятно, что не сильно бить, чтобы я... Мне просто уезжать надо будет, скоро отпустите нас, ладно? Как это в динамике происходит на Чемпионате мира? Вот. Например, рука ушла. Что в этот момент? Рука ушла. Например, я могу уже отсюда с разворота попасть. Либо ближней ногой дотянуться до вас. Если я закрыт полностью? Если вы закрыты, я могу показать и ударить уже по корпусу. Да. А, показать, что по голове, а ввете по корпусу? Да, да, в эту область. Или же, наоборот, вы стоите чуть-чуть боком. Я могу сюда отойти, и у меня правая нога уже отсюда хорошо пойдет вам. В животе. Да, нанести удар. Или вот как если вы стоите, то можно еще ножку поправить сюда, сюда и уже вверх перевести. Особенно хорошо, когда соперник немножко проваливается на вас вперед. Провалился. Да, да, то есть ты его выдернул, он на тебя провалился, и ты делаешь кувырок, наносишь удар. Пяткой. Пяткой по голове, да. Ты не можешь никогда там свою силу показать, здесь натренироваться, потом пойти на улицу. Это уже не будет карате. То есть смысл карате в том, что человек должен быть сильным, но добрым. Последний месяц для Назара стал одним из самых сложных в карьере. Перед завоеванием титула чемпиона он выступил еще на одном чемпионате мира. Абсолютном. Эти соревнования проводятся раз в четыре года. И самое главное, там нет разделений по весовым категориям. Именно поэтому этот турнир считается самым престижным в Киокошинкай. На нем Назар не попал на пьедестал почета, но получил приз за самую лучшую технику. Именно из-за большой соревновательной и тренировочной нагрузки спортсмен решился на кардинальный шаг. Завершить карьеру профессионального каратиста. Для него это тяжелый момент, поэтому пока делает заявление без особой уверенности. Я выступал, ну так скажем, на высочайшем уровне в нашем видах спорта. Без перерыва по сути 6 лет. Ну и как бы уже как бы вот... Наверное надо отдохнуть. Мне тяжело сказать, что все. Может быть это вообще все, но мне тяжело сказать. Потому что я с 5 лет занимаюсь, мне 28 лет. Спортсмен для себя уже решил, что ближайшие 2 года не будет выступать как на внутренней, так и на международной арене. Ну а далее все будет зависеть от состояния здоровья и желания вернуться в большой спорт. Но у меня на этом все. Пока. Ну а теперь, друзья, я хочу все-таки понять, можно ли каратиста пробить? Потому что у меня стереотип о таких людях, что это просто стена, скала, которая не чувствует боли. Сначала так, я хочу понять, ваш уровень готов. Как это смешно слышится. Вот, ну я бы вам советовал тогда сзади стоящей рукой. Сзади стоящей более получается. Давайте так. Более акцентированно. Давайте. Вы стоите, оп, ближний бой, да? Ну, можете еще поглубже. Серьезно? Да. Моя очередь, да? Ну, давайте попробуем. Эдик, забери, пожалуйста, ее. Еще. Хорошо держите удар. Вот ты шоу! Хотим пожелать вам дальнейших успехов. Отдохнуть. И снова возвратиться за победой на чемпионат мира уже в абсолютке. Спасибо большое. О-с! О-с! А это по-нашему. Спасибо. Спасибо.